Нестабильный ветер и штилевые пятна на акватории Пестовского водохранилища заставляли яхтсменов демонстрировать все свое мастерство. За три дня соревнований погодные условия менялись как в лучшую, так и в худшую сторону. Это парусный спорт, это такая игра. Один раз не повезло сегодня нам, и в целом день у нас был достаточно хороший, сильный. Хорошие качественные гонки, да, немножко крутит, но это нормально для Москвы. Флот супер, супер отличный флот на самом деле, и команды, самое важное, все крутые команды, все сильнейшие, почти все здесь собрались. В заключительный день ветер усилился до 15 узлов, что заставило спортсменов показать свою физическую подготовку и четкие командные действия. Команда «Русские богатыри» Игоря Рытова воспользовалась оплошностью команды «Тензор Спорт» и оформила три первых прихода. Они вышли в промежуточные лидеры с преимуществом в пять очков. Судьба золотых медалей решилась в заключительной гонке дня. Но фальстарт «Богатырей» отбросил экипаж за десятку в этой гонке и лишь серебряные медали. Отличный день. Нет, у нас первая гонка, мы, по-моему, пятые или шестые были, потом три первых прихода, ну и вот последняя гонка, это вот так, как получилось. В целом, ну да, абсолютно зачетный день и понравилось, и хорошо, и ветровые условия были, и в общем, все отлично. Победу отпраздновал «Тензор Спорт» Даниила Одинцова, а бронзовые медали достались «Эльф Хабакс». Эти три команды разделили между собой призовой фонд в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гранд-финал «Тензор Интернешнл Кап-2022» пройдет с 3 по 6 ноября в столице Азербайджана Баку, где будет определен обладатель главного кубка турнира. Андрей Колосов, Первый Матищинский. «Тензор Интернешнл Кап-2022» Продолжение следует...